Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть на сервере Majestic RP, и с момента последних событий прошло довольно много времени. По RP мы наладили производство и продажу самогона, правда, условно-пассивного, и начали потихоньку сбывать его в городе. Все деньги, которые капают на моего персонажа при вводе промокодов от вас, дорогие мои друзья, они по RP отмываются и конвертируются в якобы заработанные бизнесом на самогоноварение и на торговле товарами из-за бугра. То есть все деньги, которые вы сейчас видите здесь, они в рамках RP заработаны на бизнесе и торговле. Опять же напомню вам, что все события, которые вы здесь наблюдаете, они в первую очередь происходят на стримах Twitch, а потом монтируются мной, здесь делается некая выжимка, и могут значительно отставать по актуальным событиям. Можете банально смотреть на дату. Иногда это неделя, иногда это месяцы. К примеру, как у меня было на Liberty и GTA 5 RP сериалам, там отставание до такой степени пошло, что я просто решил даже не монтировать целый сезон, а оставить его эксклюзивно для Twitch в виде ярких моментов. Ибо отрыв пошел уже на года. Здесь, конечно, все немножко попроще. Я, понабравшись опыта конкретно этого момента, просто стараюсь аккуратненько так балансировать. А в данный момент вы наблюдаете кадры обычного дня Эви, когда он проснулся, встретился со своими товарищами. Но что отличает этот день от других, спрашивается? Давайте же выясним. Ай, ладно. Короче, привет, Ори, классная тачка. Да-да, здорово, спасибо. А чё у тебя внутри? Я вот тут знаешь, чё осознал? Я осознал то, что у меня нет твоего номера. А ты заперся, а ты, говнюк, заперся у себя в этом, в этом, как он, в трейдере. Не вылазил даже. Да, я самогон варил с Макико. Блин, Сарян вообще виноват. Ты вообще в курсе, что она была, что она была? Да, я в курсе, я голосовал. А я знаю, кстати, чё было на игру инаугурации. Там чё-то было, а я в это время стоял на КПП. Было очень весело. Я прям в ахере был. Вот так, там инаугурация, а я стою на КПП обычном. Как в обычный день. Повезо слов растонуло, молодец Серёга. Притормозили возле мэрии, кстати, мы просто перекусить. То есть, я не знаю, почему так получилось. Именно в мэрии, парковка, мы сделали питстоп. И пока мы тут так стояли, к нам подошло несколько человек. Познакомилось одному из них. Как новичку мы начали объяснять, как можно быстро заработать деньги. Раньше это была работа, вернее, подработка даже на рыбалке. У людей уже там целая система выстроилась, как можно было рубить бабло. Но её фиксанули, и теперь народу там не так много. И правильно сделали. До нерфа это уже, казалось, переходило все черты. И что даже высокооплачиваемые работы фракций не такие уж и прибыльные. По сравнению с симулятором рыбалки. Так что на вопрос, где много заработать, на данный момент ответа у меня нету. В общем, как и всегда, мы притягиваем к себе много новых людей. Много новых знакомых. И, как правило, эти люди даже особо не подозревают, что я там что-то стримлю или снимаю. Они просто проходят мимо и видят, что мы рпшим, и это их притягивает. Это, на мой взгляд, здорово. Таким образом, образовалась некая кочевническая группа. То есть, бродячие торговцы, чудаки и самые, что ни на есть, отпетые бездарелентяи. И просто хорошие люди, которые катают по штату и занимаются какой-то вообще сомнительной хренью. И подобное поведение и скопление людей не осталось незамеченным. Короче, вот я что думаю. Есть, скажем так, обычные человеки. Они пытаются заработать. Вот зарабатывают на рыбалках, там, туда-сюда. Рыбалка иногда сезон пропадает, и деньги, ну, прям в дефиците. Не говоря уже о том, что им просто покупать, ну, дом или машину, это вообще проблемно. Поэтому некоторые предприимчивые ребята, они начинают искать связи и, может быть, какие-то поручения выполнять, там, разных людей, сомнительных или не очень. А эти люди, они либо в свое время успели нормально заработать, ну, либо что-то сделали такое, там, всевышним, ну, правителям, если вы понимаете, о чем я. Что у них есть свой капитал определенный. Но большинство людей, которые этот капитал зарабатывают, они его тратят, опять же, на машины или на домары. Вместо... Ух ты, как завезло. Это жесть. Это... Вместо того, чтобы попытаться создать рабочие места, если вы понимаете, о чем я. Да, то какое смысл от этих рабочих мест? Типа. Хотя, смотри, какие прибыльные поручения эти. Вот если так подумать, вот я бы на месте здравомыслящего человека, который, допустим, с большими финансами, я бы нарабатывал некую, некий, знаешь, базу связей. Типа, вот с людьми знакомился, общался и так далее, вот меня уже все знают. А потом бац-бац-бац, и оба выборы. И люди-то знают, что если они выберут меня, у меня будет гораздо больший приток денег, и я ими буду распорядиться не в свою выгоду, а именно в народ пускать. И знаешь, если так прикинуть, в отличие от других штатов, здесь это реально работает. Главное дать людям понять, что такое вообще бывает, потому что, ну, люди, они материалисты, эгоисты, они деньги тратят чисто на себя, как правило. Машину купить под розы, там, дом купить под розы. У меня сейчас на банковской карте 60 тысяч долларов, а живу я в Сэнди Шорс, и... И вот, короче говоря, и машина у меня, и в общей сложности это 35 тысяч. А я вот эти вот, сколько у меня, 58, я вон пойду человека какого-нибудь найму, чтобы он мне кое-что сделал, чтобы бизнес продвинуть. Я ему таким образом рабочее место создам. Ну, короче, я думаю, ты мысль мою уловил. Мысль-то я уловил, а вот я экономическую выгоду нет. А дело не в экономической выгоде. Это, скажем так, уже система ценностей человека идёт. Зачем вообще нужны деньги? Чтобы употреблять свои эти самые, как бы, потребности свои, удовлетворять. Ну, я, наверное, просто такой человек, я альтруист по натуре. Чё такое? Будьте здоров. Да, тут закашлялся немного. Чё? А где? Сейчас я позвоню Макику. Макик, вылазь. Лё. Алло. Мы, короче, на том месте, где мы разминулись. А, так я бы сказал, что вот в магазинке как-то тусоваться буду. А, всё, понял, вся, подъедем, давай, ехай. Во, Макик, как. Во. Во. Вот, идти. Дра, дудей. Дра, дудей. Ну, тут, блин, целый кортес. Девинский, блин. Гайся. Ну, вроде, надо плодать кому-то подалочек. А вот человечек в магазин зашёл, не хочешь ему продать? Вот вы такие весёлые, да, такие компании, катаетесь, а я тут, блин, другой. Я понимаю. Я понимаю, Ори. Ха. А чтоб у тебя есть развлекаться сам? Хочешь, я могу к тебе сесть и кто-нибудь поедет на моей машине? Поболтаем с тобой. Там мне хоть какой-нибудь союзник. Тут, вообще, кажется, скукопал смерть. Вон, Анжела может с собой взять. Окей. Я не знаю, просто... Открой багажник, как-то сяду, как нормальный человек. Ни фигамо, сына, видишь, какая забавная. Сразу видно, местный. Во. О, а он там чё-то это, погоди, стой мне, я проверю, чё, Марь. Сейчас, 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 он в магазинчике. Ну, мне тоже не нужно. Копра, Пори, Пори, Копра. Чё, как успокоить? Порядка, блин, нет. Мне просто ему отзывы богатых такого. Понятно. И тебя пасыну угнали. Да, это... Да, Серёга угнал моему сыну, да, вот. Засранец, блин, чё сделать-то. Подумаешь, делов, куплю новую, блин, я-то богатый. Вон, мы с тобой столько самогону наварили, столько денег заработали. Вон, вот, угнал моему сыну. Куплю, потом подороже и круче. Знаешь, у меня был однажды дыб дорогущий, такой дорогущий, дорогой. Вот, я его отдал, Стэйси, мои подруги. А на его, короче, куда-то делал, я даже не знаю, куда. Ну, и ладно. А мы же вытянем, может, вас подвезти? О, привет! А я вас знаю. Привет. Давно не виделись. Давно не виделись. Знаешь, ты только с тобой, у меня сыну угнали, такую же, как у тебя, вот туда уехали. Эти... Нет, давай сходить в огонь, Михайли. Давай, давай, давай. Я помогу. Они повернули на право, потом ещё раз на право. Я их почти пристел, но потом... Спей. Ладно, вы там говорите дальше. Куда едем? Так, куда едем? Куда едем? Надо макика, макика куда-то. Я не знаю, надо кому-то подать, что-то хрень, она мне не вызвана. Увидеть, умереть, и слоя. Есть идея. А, стоп. Типа, стоп, это сделку можно считать законной или нет? Скорее нет, тем да. Угу, значит, на рыбалку нельзя, потому что тогда это уже даже не... Не статья, а кара божья. Ммм, кстати, интересный способ говорить. Так, это надо будет запомнить. Э, религия не позволяет, во. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ну так, да, где ещё знаю? Э, где ты знаешь, скопление людей? Э, подожди, а вот выточнили ещё раз, что именно? Ну, кстати, да. Ну, нам нужны злые люди. Нет, держите, это же ладно. Пофиг с злыми. У меня есть приманка. Платежеспособными были они. Мёртвые, может, тоже могут быть платежеспособными. Нет, упрочем, наверное, не знаю. Скорее нет. Осуждаю. Чем да. Мне тут, кстати, идеи для бизнеса предложили. Типа, литуальное бело открыть. И назвать ебать, как пупать. Ага. Вы мрёте, мы цветём. Нормально. Угу. Тут вообще и обитает кто-то, я ведь как-то. Ну, литуальный, да, ебать. Блин, я не знаю, но я... Да, лучше не буду. Лучше. Да, да, да. Макик, я предлагаю в этот, в Яудзек. О, это же бар. Подъехали. Е-е-е, бар. Бар, мистяк. У-у. Макик, а ещё раз уточни, что именно мы продаём. Бинтовку МТК-2 с патлонами. Чё, а-а-а, это ту самую, которую тебе тогда подкинули. Да-да-да. О-хо-хо, и за сколько, как думаешь, её можно подправить? А я не знаю, сколько. Блин, ну я вот сам даже, знаешь, вот, блин, теряюсь. А может, надо узнать, если кому-нибудь, сколько это стоит, а потом уже попробую продавать. Магия вне Ховардса, отвернись, смей, смей. Там магазин, смей на магазин, смей на магазин, смотри на магазин. Эви, тесно. Смей, мастер, здорово, кегли. О, посмотри назад, посмотри назад, посмотри назад, посмотри назад. Опа. Не суть. Поехали. Здравствуйте. Да, лучше пойти. Классная тачка. А кто вы такие? Эви, садись своих, поехали. Мы с вами валим. А ну, есть, самогон выпить. Не, пока нету парня, я запоролась, к сожалению. Да, Магика, говори, ты-ка, очень зналей. А ну, ладно. Как бы, мы судим за всю кодаль, вы можете полчать, что-то сказали. Че, много огня, это ФСБ Гон. Официально говорите, что могу. Мы документы есть. Так это домашний документ, да? Есть, семейный. Покажите. Документчик предоставили. Документы давайте достаем. Дружно. И приемы только не надо сильно грубо. Да, да. Мы такие, знаете, джентльмены. Да, ну ладно. Давайте к машинке встанем. Уважаемые, с машины выходим. И предъявляем такой. Хорошо. Да, сэр. Который машинке, сэр. Он как-то синий, синий кулачев. Он листал к машинке в голову. Все, порядка. У нас в чем я документы есть, все есть. Я чистенький, как лист. Пацаны, что за херня? На первом, второй рассчитайся. Первый, по стакану. Второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Чем занимаемся в штате быстро? В армии служу. В армии служу, что ты тут делаешь, когда есть ты в армии служишь? Мы же путешественники. Я с шоколадкой вышел, ой. Мы случайно сбежали с армии? У нас группа по интересам. Группа по интересам, а что за интересы у нас такие? Мы кочевники. Мы кочевники? Откуда, куда кочуете? По штату? Красиво же. Вы вообще свой форт Занкуда вне охранной территории видели? Там капец как красиво. По законам штата Лос-Антос. Заварение самогона. Вы приговариваете. Да мы не терпим. Свердлой казни через расстрел. Ага. С мясного тени. А вы доказывайте, что мыло им самогона. У нас даже самогона нету. Я не знаю, что мы не доказываем. Пока нету. Как его там габлядат. Я, 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 я. Как говорил мой слой, я. Не, ну если найдете, конечно, по-фору, я, 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 я. У нас нервничество. Замолчали, замолчали. Месите три литра самогона, и мы вас отпустим. Показываем, что врачам кармашки смотришь. Так, иди, так как. Ну, у меня вот ничего нету вообще. Вот баночка есть. Ну, у меня есть армейская. У меня ствол по лицензии. А, у меня такое бухло. У кого ствол? Выкладываем бухло на землю. О, е-мое. Выкладываем, говорю. Бухло на землю. Бухло на землю? Окей. Нету. Стволы бухло на землю, чтобы не было безус. Ладно, стволы оставьте, бухло на землю. О, е-мое. Как скажешь, шеф. Мне кажется, ствол у меня нету. Я не пьющий человек. Вот и я тоже. Вообще синька-синька чмо. Ты как, ну, короче, супер вася просто в шоке. А где ваш самогойный аппарат базирует, рассказывает? Каждый как. Он у нас стоит, пьет Леонид. Видите, он выкидывает бутылку подальше. Он против, против алкоголя. Алкоголь зло. Я его еще раз спрашиваю, где ваш самогойный аппарат базирует? У шерифа. У шерифа. У шерифа перевожу с тактавцева. То есть получается, шериф вам помогает нелегально варить самогоны. Это правильно понял? Не, он легально. Где торт для лицензии у вас на самогон? У шерифа. Да я на самом деле. Если честно, я бы тебе не при делах. Я первый раз это слышал. Это все сутки какие-то, блин. Ты на цирк попал, что ли? Я не понял, шутник. Да я-то не сутник. Короче, господа офицеры. Я предлагаю их особо не душить. Каждого по соточке отпускаем. Простите, господа, почему вы являетесь в форме и в масках? Потому что я при исполнении не должен показывать... Да можно для начала, кстати, увидеть ваши документы? Угу. Ого. Точно. Чтобы знать, кто что и за что. Усы лапы хвост. За небегами варку самогона. Ну, проложите, пожалуйста, на скотч. И вот будет ваш не лапа, а отпечаток. Я тебе сейчас пункам приложу, по-моему, понял? Блин, Серегу, у меня налички нет, если что, у меня 48 баксов на кармане. Пацаны, кажется, мы в Леополисе. Не думаю. Парни, по соточке и мы отпускаем вас. Никаких проблем. Мы в Леополисе. Не предлагаем, как ты же скинул. Я готов за всех заплатить, только у меня все на карточке лежит. Давайте, короче. Раз ни у кого денег нету. Да тут пробежались и назад. И сто раз отжались. Бегом. Куда? Еще раз. В какую сторону? В кое-что. Ладно. Окей. Эви, у них маски, и типа это не очень все законно, мне кажется. Я бы мог бы по рации вызвать сюда наряд армейцев. А ты как визу сели пока можешь? Знаешь, мне кажется, тебя уволят сразу же, потому что ты, во-первых, не там, где тебя должны видеть. Так в смысле, гражданский долг и имение спецсвязи. Тут и просто связи, средства необходимости. Зачем нас угублять? Ребята, в принципе, по крайней мере, в нас не стреляют, я так думаю. Ну, это... Не знаю, по... Ну, все, тупик, тогда бежим в поле. Мне кажется, что это Кит, так и в поле. Так, есть время перекруповаться. Ну, было время перекруповаться, теперь бежим в поле. Мне кажется, тут не тепло такого, они просто мимо проезжали. Мне кажется, ли они нашу машину сейчас тупо возьмут и увезут, и все. Не, ну, если так произойдет, тогда это уже можно звонить, да. Да. Да, побежали. А Ори обратно побежал. А Ори... А мы вокруг. А мы побежали вокруг. Как там... Мы круговые. Стойте, стойте, стойте. Нужно, чтобы кто-то из угла выглянул, посмотрел, может, они уехали. Может, еще... Да, ехать. Стойте. Знаешь, вот лишние какие-то телодвижения в тамной ситуации, мне кажется, это... А, они уехали. На машинах нас... Нет, они не уехали. А, не уехали, да. Ахеред. Они-то уехали, а машины нас остаются. Фух, пронесло. Знаешь, это было близко. И хорошо, что ж никого не вызвал тогда, сейчас это... Ой, да вы, наверное, маленько уехали. Нет бы подождать, посмотреть, подождать из-за угла. Я маленько перепугался, конечно, когда эта вся история произошла. Вот этот человек сам умный, получается. Пес сказал, что он умный, он единственный, кто поняла, убедил то, что они уехали и побежал обратно. Ну, да, кстати, доля правды в этом есть. Короче, я пойду к машине, что-то у меня подошва вспотела, блин, от всех этих историй. Представляю сваливать отсюда побыстрее. Я ничего не понял, голодки этот, блин. Вот такая вот ситуация с нами приключилась. А на этом все, ребятки. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик. И, в общем, дальше интереснее. В описании много всего полезного, так что не стесняйтесь туда заглядывать. Всем удачки, всем пока, всем торта. Увидимся в следующих роликах.